Хочу рассказать вам как с помощью хитрости и смекалки советским и немецким танкистам удавалось бороться с превосходящей по вооружению и бронированию тяжелой техникой противника. Если в 1941 году для немецких панцерваффе были неуязвимы МКВ-1, то для советских танкистов такими же монстрами в 1943 году стали тигры. В качестве яркого примера необычной тактики борьбы с тяжелыми танками приведу рассказ советского аса Дмитрия Лозы. Из воспоминаний Дмитрия Лозы. К моменту выхода на советско-румынскую границу наша 233-я танковая бригада имела значительный некомплект машин. Ей была поставлена задача оборонять участок правее шоссе, идущего на город Ясы. Нашим подразделениям противостояло до батальона пехоты противника, усиленного несколькими тиграми, укрепившимися на господствовавших высотах. Линия фронта проходила строго с севера на юг, и яркое весеннее солнце в первой половине дня слепило неприятеля, а во второй половине – нас. Обе стороны расположили свои танки почти на переднем крае, существенно усилив противотанковую оборону пехоты. И мы, и немцы хорошо оборудовали свои позиции, вкопав танки так, что над землей виднелись только макушки башен. На западных скатах одного из холмов находилась огневая позиция вражеского тигра. Отсюда его экипаж хорошо просматривал наше расположение почти до реки Прут. Отличная наблюдательная и прицельная оптика танка в сочетании с убийственной 88-мм пушкой позволяла немцам вести точный огонь по любой цели. Примерно с 13 часов, когда солнце переставало слепить вражеских танкистов, все, что появлялось на дороге, немедленно расстреливалось. Бешеный Ганс, как его окрестили наши танкисты, не жалел осколочных боеприпасов. Мы не могли ответить противнику подобными действиями, поскольку его оборона из-за всхолмленности открывалась нашему взору на небольшую глубину. А так хотелось расплатиться. Наше терпение окончательно лопнуло, когда в течение двух дней было разбито две полевых кухни, из-за чего горячий обед доставлялся с запозданием. Наводчик орудия сержант Анатолий Ромашкин, самый меткий стрелок бригады, наконец-то получил разрешение начать охоту на тигра. С тех пор велось постоянное наблюдение за поведением неприятельского экипажа. Расплата была подготовлена и осуществлена следующим образом. Ромашкин выбрал позицию, с которой просматривалась вся башня вражеского тигра и в течение двух дней терпеливо ждал. Когда пушка танка будет хотя бы на 10 градусов повернута в сторону, подставив под выстрел Шермана ствольные бока. А она все это время смотрела на нас своим грозным дульным тормозом. При такой малой площади вероятность поражения пушки близка к нулю. Начался отсчет третьих суток. Рассеялся легкий утренний туман. Анатолий Ромашкин припал к прицелу и воскликнул, наконец-то. Он тут же подал условный сигнал, изготовиться к стрельбе. Секунда. Другая. Пятая. Тигр медленно поворачивает башню, ловя в прицел какую-то цель, пока лучи поднимающегося солнца не ударили в глаза. Первый выстрел Шермана угодил в маску башни и ушел вверх, светя трассером. Второй выстрел и точное попадание. Почти половина ствола тигра, подобно перерубленному бревну, отлетела вбок. Сразу же открылся люк командирской башенки. Командир тигра высунулся из нее почти до пояса. Снайпер нажал на спусковой крючок, немец дернулся и повалился ничком на башню. Ура! Пронеслось над нашими позициями. С наступлением темноты укращенный тигр уполз в глубину своего расположения. С этого дня позицию на холме никто не занимал. Друзья, надеюсь вам понравилось сегодняшнее видео. Не забывайте оценивать и оставлять свое мнение в комментариях. До новых встреч!